Мой дружок пирожок, нужны бабки в GTA Online? А? Тогда заходи в мою группу по прокачке, сейчас доступна быстрая прокачка на PS4 и PS5, а также на Xbox One и Xbox серии X и S. Заходи, и заказывай самую надежную прокачку, ссылочка на группу в описании. Всем привет мои дружочки пирожочки, да, это он, бьюбаши чемпион. Суперкар с закосом под классику, автомобиль слизан со Stone Martin Victor, и это действительно практически копия этого автомобиля. Но хорошо ли это или плохо? Я сужу чисто со своей колокольни, но мне автомобиль внешне не понравился. Он изначально вызывал у меня недоверие, и это недоверие целиком и полностью подтвердилось на тестовых трассах. По сути чемпион должен быть одним из самых быстрых суперкаров, хотя внешка кричит нам, что это все-таки какая-то спортклассика, ну или хотя бы спорткар, ибо технические характеристики оставляют желать лучшего. Но он смог меня кое-где удивить. На что похож этот автомобиль? На раздавленный сэндвич из-под жопы жирной цыганки, которая насвистнула из пятерочки, и только перед сном вспомнила, что вынесла оттуда не только три палки колбасы и два литра сангрии. Я не совсем понимаю, почему Rockstar откапывают вот такие брички, о которых практически никому не известно, но не делают массовые автомобили, или делают их настолько уродливыми, что отбивает все желание садиться за руль. Ну ладно, это все лирика клана Zepam и другие противоэпилептические средства. Нас интересует чемпион, почему это самый дорогой автомобиль из обновления, с ценником в 3 ляма без 5000, почему он находится в классе суперкары, и какие особенности у этого автомобиля. Особенность первая, это конечно же внешний вид, автомобиль похож на бричку 70-х, что задними, что передними парами. Также на него можно навесить оборудование от иммонии и влепить туда бронелисты, которые реально спасут вас от нападения агрессоров. Но что по тюнингу, можно ли из этого башмака сделать годный суперкар? А тюнинг у этого автомобиля своеобразный, про всякие оборудования, жидкие мины, и остальную нагрузку на ваш кошелек мы разберем после тестов. Сейчас нас интересует обвес этого автомобиля. И он тут настолько ущербный, что лучше бы его вообще не было. Например, последний диффузор. Для чего он? Равнять снег на горнолыжных курортах. А? Выглядит максимально ущербно. И я понимаю, когда такое ублюдство ставят на гоночные автомобили. Там это аэродинамика, чтобы зад не прыгал. Или еще для чего-то. Но тут это зачем? Это ж просто грабли, которые не выполняют никакой функции. Какие-то накладки безвкусные. Ну нету у этого автомобиля тюнинга, ну не придумывайте вы свой. Я уже устал от этих накладок, которые никакой эстетики автомобилю не дают, а лишь уродуют то, что и так уже изуродовано. Это как говно, что может быть хуже говна. Правильно, подожженные говно у вас под дверью. И роки таким тюнингом подкладывают нам его, предлагая зажечь это все за наши же бабки. И раскраски, они тут действительно намекают нам, что это не эксклюзивный суперкар, а самоделку из гаража Игнатия, который попилил свой и иш и сделал вот это. Пламя, черепы, какие-то ноляпистые флаги с рекламой на камуфляже. Но это реально обезвкусится, и можете ставить мне дизлайки. Сейчас их все равно не видно. Но этот автомобиль максимально колхозный. Возможно для кучки британцев это и зайдет. Но что можно взять с людей, которые красят диски в черный цвет и ездят по левой стороне. Но вот вопрос, а если бы тебе бесплатно дали такой автомобиль, ты был бы не рад что ли? Конечно рад, но ездить бы я на нем не стал. Я бы продал его понизу рынка сразу же. А на заработанные деньги купил бы немца, у которых пока еще не все так плохо с дизайном. Хотя к бюджетному сегменту тоже есть вопросы, но речь не об этом, а о том, что вид этого автомобиля мне не доставляет. Если бы это была спортклассика, ну я бы промычал, что это какая-то безликая бескусица и все на этом. А тут это суперкар, где каждый автомобиль по сути произведение искусства или же узнаваемый гиперкар. Конечно же тут больше вопросов к Астон Мартину, но Рокки тоже красавцы. Нужно было именно это чудо добавить в GTA. Так еще и за такой прайс. Спойлеры. Благо тут не так их много, но сюда лучше его и вовсе не ставить. Вместе с трековой лавочкой автомобиль вообще превращается в непонятно что. Но ставить нужно для лучшего сцепления. Поэтому либо спортивное крыло, либо низкое крыло джите. Ну и кроме колхозной полосы на лобовуху больше нечего менять. Осталось только немного начинку улучшить и можно отправляться на тесты этого горя суперкара. Хотя возможно я просто ничего не понимаю в этом и являюсь очередной жертвой поп-культуры. Ну и все тесты я начинаю с максимальной скорости. Это как основа для пиццы. Если тесто отвратительное, то никакой соус или начинка не спасен. И максималка тут действительно хорошая. Девятая позиция и 199 км в час. А учитывая что максималку на обычной дороге замерить точно невозможно. На кочках и ухабах чемпион полетит за все 200 км в час. Дракрейсинг. Очень опасный тест для такого автомобиля. Тут задний привод и старые технологии. И пока чемпион боролся с резиной, пытаясь зацепиться за асфальт. Я уже успел поесть, посрать и даже проголодаться вновь. Вид от первого лица просто отвратительный. Ощущаешь себя за рулем танка с нулевой видимостью. С салоном тоже не заморачивались. Но на самом деле на него насрать. Ездить от первого лица практически невозможно. Так что дистанционное оборудование лучше не ставить. Но об этом позже. А результаты у нас такие печальные, что лучше бы я вообще в этом не участвовал. Больше половины суперкаров, даже те, которые в GTA с лохматых годов, и которые в несколько раз дешевле, едут лучше и увереннее. Но в итоге из-за своей максималки чемпион все-таки смог выбраться из тридцатки. Финишерова в 28-м. Окей. Максималка годная. Разгон не какущий. Как это повлияет на сложную кольцевую? Как как? Самым плачевным образом. Самый дорогой автомобиль в обновлении контракт зафиксировался на 30-м месте. И тестируя другие суперкары. Его позиция только будет смещаться вниз. А почему так? Да потому что тут никакое управление, ущербное сцепление, и вялый разгон. Автомобиль тяжело повернуть. Но как только у тебя это получилось на малых скоростях, ты даешь газу, чтобы выйти из поворота на разгоне. И чемпиона закручивает. Я не могу сказать, что тут сцепление как на старых маслкарах. Словно ерешь на корове, которая в свою очередь на льду. Тут очень хитрый и коварный автомобиль уходит в занос. Резко и непредсказуемо. Любая кочка на повороте. Перегазовка. И все. Ты уже шлифуешь резину на месте. В общем максимально дискомфортный автомобиль для динамичных покатушек по городу. В целом на скорости тебе кажется, что все надежно. Но в любой момент сцепление теряется и автомобиль монотонно подскрижет резин и теряет скорость. Пока вновь не зацепится или не остановится. Вот тебе и чемпион среди аутсайдеров. Ну и куда без гран-туризма. Тут уже неплохая максималка может дать шанс этому автомобилю. Все таки эта трасса более динамичная и максималка тут решает. Но в случае с чемпионом уже ничего не поможет. В чем только чемпион-чемпион. Так это в том, что являясь таким ущербным автомобилем, его стоимость самая большая среди всех новых суперкаров. Что же не так с этим автомобилем на этой трассе? Да все просто, он тут нестабильный. Управление шакальное не позволяет на скорости проходить повороты. В подъеме на горку автомобиль теряет сцепление. Поэтому приходится отпускать газ. Да, его не шатает на кочках, как некоторые суперкары. Но и это ему не дает никакого преимущества. Я вообще в этом автомобиле не нашел плюсов. Брать его на гонки. Это безумие, кататься на нем по городу. Но тут как говорится, кому-то нравятся блондинки. Кому-то брюнетки. А кто-то сохнет по лысым. Поэтому если вы катаетесь на чемпионе и он вам нравится. Задайте себе вопрос, а не потому ли это, что вы потратили на него аверсуму и он просто обязан быть отличным. Или вы кроме лысых баб никого не щупали. В общем дружочки пирожочки. Можете считать, что у меня эти дни. Что я без настроения. Но катаюсь два дня подряд на этом автомобиле. Он не подарил мне никаких положительных эмоций. Даже доктору Дре этот автомобиль нахер не нужен. И в миссии вы его бросаете на улицы. А в финальной миссии Дре приезжает уже на компактные талии GTB Custom. Потому что понял, что пятилетняя бричка и то лучше, чем это ведро. По бронестойкости. Тут да. Даже без бронеплит чемпион выдержит 1-2 выстрела. Без водителя автомобиль взрывается на втором выстреле из ракетной установки. Но находясь за рулем, автомобиль становится более устойчивым к взрывам. Так со всеми. Если же нацепить бронеплиты за 150 тысяч баксов, то автомобиль уже сможет скрыться от какого-нибудь опрессора, который будет стрелять без остановки, пытаясь уничтожить вас. Да тут определенно этот автомобиль годный. Но новенький Буфало тоже может похвастаться таким результатом. На шестой выстрел в пустой автомобиль. Он взрывается. И это неплохой результат. Также на карте у автомобиля своя личная иконка. Возможно это оправдывает такую высокую цену автомобиля. Возможно. Но и также тут есть дистанционное управление. Пулеметы. И скользкие мины. Которые также есть на новеньком Буфало. В этом автомобиле я все же рекомендую ставить глушилку-самоноватки, а не дистанционное управление. Ибо управляя автомобилем в таком состоянии, вы будете все видеть только от первого лица. А вид тут не капучий. Ибо потолок съедает треть экрана, оставляя узкую полоску для обзора. Но расположение пулеметов позволяет на средней дистанции убить игрока за рулем. Да и кучность стрельбы даже шальной пулей может убить неприятеля. Также тут установлено бронестекло. Поэтому первые выстрелы по вам оно сможет сдержать. Ну а после продырявится как и все остальные. То же самое и на новеньком Буфало. Где я попросту забыл об этом упомянуть. Но это все равно не дает никакого права делать такой ценник этому суперкару. Единственные положительные эмоции вызвало у меня дистанционное управление. Хоть обзор тут и никакой. Навести суеты можно. И по итогу единственное что вызывает этот автомобиль. Бессильную злобу. Которая вымещается на игроках в открытой сессии. И после того как вы уже наигрались с этой бричкой. Ничего лучше не остается. Как подъехать к телу и активировать взрыв автомобиля. Забыв о нем навсегда. Ибо стоимость восстановления. 20 тысяч баксов. Теперь я хочу узнать у вас. Действительно ли этот автомобиль такой каким увидел его я. Или же все так и не все так плохо. Пишите свои впечатления об автомобиле. О его внешке. Ибо тут как бы действительно все на любителя. И возможно чемпион не такой уродливый. Но мне он показался именно таким. Ибо дизайн устаревший. Но в нем нет той изюминки. Которой обладают классические автомобили. Как американцы. Так и европейцы с британцами. И вот сейчас на экране как по мне. Красиво все. Кроме автомобиля. А на этом все мои дружочки пирожочки. Подписывайтесь на канал. На мой паблик вконтакте. А так же на мою инсту. Все ссылочки есть в описании. Всем бб. Всем гг. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok